Владимир Вольфович Жириновский, лидер либерально-демократической партии России, ранее заместитель председателя Думы, доктор философских наук. Четырежды был претендентом на пост президента Российской Федерации. Достаточно быстро Жириновский обратил на себя внимание общественности как талантливый и энергичный оратор. Неоднократно был назван журналистами в числе самых скандальных политических деятелей России, а публичные ссоры и даже драки – неотъемлемая часть его политической биографии. Так, в 1995 году в ходе телевизионных дебатов облил соком своего оппонента Бориса Немцова. Участвовав в драке в Госдуме, оттаскал за волосы депутата Тишковскую, в 1990 году напал на журналистку, а также судился с газетой «Московский комсомолец». Но в сегодняшнем разборе я хочу разобраться, что двигало им в эти моменты, как он побеждал в самых безнадежных спорах, как и зачем он так агрессивно вел себя в дебатах, каких целей он добивался и постараюсь составить его психологический портрет в медиапространстве. Мне предстоит проанализировать большое количество информации и сконцентрироваться мне помогает наотропный комплекс «Майнбустер». «Майнбустер» повышает работоспособность, внимание и память. Он официально зарегистрирован в России и позволяет почувствовать эффект в ближайшее время после применения, во время активной работы. Если вам также необходимо улучшить возможности своего мозга, то ссылку на этот комплекс я добавлю в описании под видео. Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в городе Алмате. Имеет два высших образования – востоковед и юрист. Владеет турецким, английским, немецким и французскими языками. Отец – Вольф Андреевич Жириновский. Уроженец Западной Украины окончил Сорбоннский университет. Два факультета – юридический лесной. Мать – Александра Павловна Жириновская. Владимир был у нее шестым ребенком. Семья жила очень бедно. Чтобы поддерживать детей, матери пришлось устроиться на работу в столовую. Отдельно хотелось бы уделить внимание виду деятельности, предрасположенность которой юный Владимир тогда еще отдавал большее предпочтение. В своей книге «Последний бросок на юг» Владимир Жириновский пишет. «Где-то в пятых-шестых классах я отстал по арифметике, алгебре. И с трудом потом воспринимал все эти точные науки. Какие-то провалы образовались. Не запоминал я эти формулы. Было трудно решать примеры, задачи, чертить задания по геометрии. Физика и химия тоже не очень хорошо шли». Владимир еще с детства не был склонен к глубокому аналитическому мышлению. Деятельность, связанная с вычислениями, обработкой и анализом информации, вызывали дискомфорт. Сидеть, читать, размышлять и находиться в роли аналитика ему было трудно с малых лет. Он по большей части отдавал предпочтение более простым предметам. Даже пробовал себя в творчестве. Это может говорить о слабости его абстрактного логического мышления. Помимо этого он перебирал себя в разных видах деятельности, но не мог определиться. Мне хотелось заниматься гимнастикой, но ничего не получилось. В искусстве, в науке я тоже не имел особых дарований. Мне хотелось играть на пианино, но пианино не было дома. Я ходил в дом пионеров, в духовой оркестр. Но поскольку у меня не было особенных данных, я через несколько месяцев это забросил. Потом струнный оркестр в школе тоже забросил. Пытался играть на гитаре, не получилось. В таком подходе мы видим, что ему не свойственна усидчивость, а есть потребность в активности. Но у него уже с детства были хорошо развиты другие навыки, такие как активная коммуникация, ораторские способности. По поведению снижали оценку. Но не за хулиганские поступки, за то, что я все время разговаривал на уроке. Не с соседями по партии. А когда ученик отвечал у доски, я думал, что надо быстрее ответить. И помогал ему отвечать. В той же книге интересен момент, где Владимир Жириновский описывает поступление в университет, который, к слову, являлся гуманитарным. Нужно было сдавать пять экзаменов. Сочинение сдал на тройку. Устный, русский и литература четверка. История пять. Английский, устно три. Письменно три. Любопытно, что предметы, где преимущественно сдача была устной и, возможно, было применить свои ораторские качества, были лучшими при зачислении у Владимира Жириновского, нежели те, где требовались конкретные знания. Также его однокурсница на юридическом факультете Лариса Куликова вспоминает. Если бы группа не была подготовлена к семинару, то говорили «Вова-выручай». И Вова не отказывался. Втягивала преподавателя в дискуссию, точно рассчитывая, на что хлюнет преподаватель. Таким образом, мы видим зарождение к ораторским способностям уже с молодости. И Владимир Жириновский находит профессию, где такие навыки являются одни из самых ключевых. Это политическая деятельность. Но вместе с тем проявляются и другие качества, которые конфликтуют между собой и часто мешали ему в его деятельности политика, которые не могли сказываться положительно на его имидже. Характер Жириновского был сформирован в определенных социальных слоях, жизнь которых была пронизана тревогой за свою судьбу. То есть в условиях, препятствующих творческой самореализации. Однако, возможно, такие условия и сформировали у него качества, которые в дальнейшем будут проявляться больше всего. Где его заметят, увидят, похвалят. Проанализировав его поведение, четко складывается ощущение, что Владимиру Жириновскому свойственны демонстративные черты характера. Кто-то сравнивал его с шоуменом, кто-то называл шутом. Такое впечатление складывается из-за его театральности, прямолинейности, конфликтности и любовью к скандалам. Демонстративность характеризуется стремлением быть на виду, жаждой внимания к своей персоне, желание слышать похвалу в свой адрес. Ему свойственны высокая приспосабливаемость к людям и эмоциональная лоббильность. Подобному мы найдем подтверждение в высказываниях Владимира о себе и своей партии, и о результатах, которых он достиг. И если бы на Евровидении наши продюсеры действительно бы меня выставили, меня знает весь мир. Такой, как я, и нужен, потому что действительно у нас, в нашей страшной катастрофе, нужен особый человек, а не те, кто пытается... Даже в одном из интервью на его стене огромная картина, на которой изображен он в величественном свете. Обратите внимание даже на его поведение в более молодые годы. Голова приподнята, плечи расправлены, асимметрия в языке тела, демонстрируются кисти, вальяжная поза, полное сознание контроля, статуса, удовольствия от занимаемого положения. Смотрит как бы сверху вниз. Интересно сравнить его поведение с временами, когда он только начинал свою политическую жизнь. Вот старые кадры времен, когда только партия ЛДПР начинала свою регистрацию. Вот мы сейчас беседуем на учредительном съезде Либеральной Демократической партии Советского Союза с руководителями партии Владимиром Жириновским и Владимиром Богачевым. Его невербальное поведение достаточно спокойное. Руки сложены в области нижней части тела, голова опущена. Он достаточно скромен и сдержан. Вероятно, на первых этапах нужно было выстроить определенный имидж, чтобы заявить о себе в политическом пространстве. Позже, выступая на дебатах, каждый поступок, каждый жест, каждое движение рассчитаны на зрителя, на эффект. Ему необходимо, чтобы о нем говорили, и для достижения этого он не брезгует никакими средствами. В благоприятной обстановке, если ему представится соответствующая роль, Жириновский мог и на самом деле отличиться. Он мог произносить блестящие зажигательные речи, совершать красивые, не требующие длительного напряжения действия. Это действительно может напоминать потребность в демонстративности. Однако, это лишь отчасти так. В этом может скрываться более конкретная характерная черта. Но это я хочу затронуть позже, когда речь зайдет о стиле коммуникации. Что интересно отметить еще? Внешний вид. Его социальный статус и профессия обязывают носить деловой костюм. Но отметить особенность его характера, его демонстративности можно даже в небольших деталях. Его галстук часто бывает достаточно яркий, выделяющийся. Как правило, теплые оттенки, в числе которых есть красный. Такие цвета часто ассоциируются с возбудимостью и демонстративностью, подтверждение чему мы и будем находить при анализе Владимира Жириновского. Если такому человеку не удается произвести хорошее впечатление на окружающих, то он будет прибегать к эпатажу, пока не получит нужные эмоции. Это может проявляться в ярком, неуместном образе, антисоциальном поведении, криками и чем-то деструктивном. И в этом проявляется и другая черта, которая является признаком возбудимого поведения. Черты характера возбудимого поведения вырабатываются в связи с недостаточностью управляемости. Они выражаются в том, что решающими для образа жизни и поведения человека часто является неблагоразумие, нелогическое взвешивание своих поступков, а в лечении инстинкты неконтролируемые побуждения. Реакции возбудимых личностей импульсивны. Если что-либо им не нравится, они не ищут возможности примириться. Им чужда терпимость. И в мимике и словах они дают волю раздраженности, открыто заявляют о своих требованиях или же со злостью удаляются. По мере возрастания гнева, личности с повышенной возбудимостью от слов обычно переходят к делам, то есть к рукоприкладствам. Бывает, что рукоприкладство у возбудимых личностей опережает слова, так как такие люди вообще не очень склонны обмениваться мнениями, если не считать отборных ругательств. Несмотря на такие, казалось бы, противоречивые качества, есть и положительные стороны. Неверно считать, что личность Владимира Жириновского полностью асоциальна и неадекватна. Лингвистические и поведенческие характеристики, наблюдаемые визуально, дают сделать вывод, что Жириновскому свойственны образность, яркость, эмоциональность, убедительность речи, умение эффектно пошутить. Умение шутить и полное осознание своего имиджа и темперамента могут говорить об адекватности. Например, на передаче «Вечерний Ургант» он иронично везет диалог с ведущим Иваном, с радостью принимает участие в юмористических интервью и сценках. И ведет довольно забавный диалог с детьми в привычной своей манере. И имя твое Слава, говоришь? Давай имя поменяем. Нравится тебе Назар, Прокофий, Тимофей, Тихон? Почему не нравится? Как моя партия называется? ЛДП. Молодец, расшифруй. Не надо. И хорошо, пусть будет просто ЛДП рад. Очевидно, что он прекрасно понимает особенности своего образа и использует эту возможность для создания шоу с целью пошутить и развеселить, а не с целью создать конфликтную ситуацию в контексте, где это, казалось бы, совсем будет неуместным. Его отличала способность чувствовать аудиторию, умение обращаться к ней. Такая раскованность, своеобразное обаяние, эксцентричная манера поведения во многом и влияют на его популярность. Несмотря на разнообразную тактику поведения, он выработал свой стиль межличностного общения, который не менялся на протяжении всей его политической жизни. Он проявлял себя как настойчивый, не терпящий конкуренции, не поддающийся влиянию других людей, политик. В диалоге или дебатах с ним никогда не существует другого мнения. Всегда его позиция, мысли и мнения являются абсолютными и единственно верными. Того же, кто с ним не согласен, он пытается переубедить, либо сам оправдаться. А если требует ситуации, например, в дебатах, он может подавить любыми способами. И делает это прямолинейно, а не косвенно. Я вопросов не задаю, а вы сразу диагнозы ставите. Вы себе предоставили право спрашивать, а мы не желаем, чтобы вы нас спрашивали. Вы это? Хочешь обсуждать с другими, иди в баню. Там обсуждаем. Тяга контроля проявляется уже с молодого возраста. Обратите внимание на формулировки, которые он использует в своей книге, описывая один момент из детства. Тогда я начал активно заниматься спортом. Меня сразу пленил волейбол, и я готов был играть целыми днями напролет. Мне нравилось, что мяч слушается меня, что я могу взять в неимоверном прыжке самый безнадежный мяч. А как это проявляется в коммуникации? Обратите внимание, как он контролирует диалог, беря на себя роль лидера. Владимир Львович лично на вопрос. 40 секунд. Это не поступление. 21%. Сейчас не мешайте мне. Я просто хочу говорить об ответственности. Сейчас же не мешайте мне. Не умеете вести дискуссию, теперь я буду вести дискуссию. Помолчи себе! Помолчи! И буквальной силой продавливает свою позицию и не дает возможности собеседнику парировать его. Даже в более спокойных дебатах. Всех на соловки и по линии матери, и по линии... Вы опять ушли, это ответ. Это имеет значение, вы хитрый. И такое проявляется практически всегда, какой бы спор или конфликт, или дебаты не происходили. Всегда одни и те же методы. Помолчите! Я с партией! Не хамите мне, не хамите! Я отвечаю здесь! Вам молчать нужно сидеть! Из наблюдений за его коммуникативным поведением в разных ситуациях можно сделать вывод об авторитарном стиле поведения. Авторитарность — это социально-психологическая характеристика личности, отражающая ее стремление максимально подчинить своему влиянию партнеров по взаимодействию и общению. Простыми словами, стремление безоговорочно подчинить себе окружающих. Базовая эмоция авторитарного стиля поведения является гнев. Главной особенностью поведения человека с базовой эмоцией гнева является стремление к конкуренции. В мировоззрении такого человека конфликты, соперничество, стресс — неизбежные спутники жизни, без которых она будет неинтересна. Им постоянно нужно что-то доказывать и кого-то контролировать, потому что без стресса и вызова они довольно быстро потеряют свой личностный стержень. Он стремится занять более значимую, сильную статусную позицию и использовать ее для влияния и давления на собеседника. То есть можно сказать, что он общается с другими как бы с позицией силы или претензий, при этом достаточно настойчив в своих просьбах и требованиях к окружающим. В выраженных случаях это может приводить к стремлению наслаждаться собственной силой и статусом за счет других, и тогда унижение и оскорбление более слабых участников коммуникации практически неизбежны. В особенно напряженной коммуникации Владимир Жириновский мобилизует и действует весьма решительно. Дает отпор любым посягательствам, не может не ответить на попытки диктата, силовой нажим, имеет привычку первым задевать соперника, вязавший спор, активно, а порой и агрессивно отстаивает свое мнение. Его речь часто быстрая, что характеризуется желанием убедить либо уговорить. Такая речь может говорить о высоком эмоциональном возбуждении. Об этом также говорит сила, тона и высота голоса в моменты демонстрации силы. Они возрастают. Это проявляется часто на фоне проявления эмоций гнева. При наличии других параметров голоса, например, которые бы сопровождались речевыми паузами, прерывистой речью, интонационной мягкостью, тишиной голоса, это все бы не сработало и выдавало бы напротив неуверенность. Соответственно, и психологически подавить оппонентов у него бы не вышло. Вы чего хотите доказать? Когда вы врете нагло в эфире этой программы, зачем? Нет, я... Но не только голос влияет на других объектов коммуникации. Его поведение доминирующее, активное и напористое. Он как бы напирает на своих собеседников и движется вперед. По возможности даже держит и контролирует контакт глаз. А жесты активные, агрессивные, резкие и размашистые. Отдельное внимание стоит уделить жестам. В его репертуаре проявляются контролирующие жесты. Такие жесты мы привыкли видеть у тренеров, военных командиров, в детстве у родителей, даже у кинологов при дрессировке собак. Это все проявления контроля и руководства. Подсознательно такая жестикуляция вызывает у человека стремление подчиняться. Но в некоторых ситуациях это может либо не сработать, либо сработать наоборот. То есть вызвать агрессию у человека, который обладает таким же темпераментом и который также склонен к контролю и агрессивности. Конечно, у Владимира Жириновского это является его базовыми жестами, которым привыкаешь и зачастую совместно с его истеричным поведением не воспринимаешь всерьез. Но четко описывает его коммуникативный стиль, который позволяет сделать весьма точную оценку. Любопытно, но за такие долгие годы он не изменил свою модель поведения. В ней нет конфликтов. То есть он четко придерживается одного стиля поведения, что может говорить об искреннем и естественном для него состоянии. Вот что сам Жириновский говорит об этом. Все естественно. В этом смысле мне в личной жизни не повезло. Я не мог врать и говорить, что кого-то люблю. А если не обманешь, то, как говорится, ничего не получишь. Поэтому я естественный был. Как я говорил ранее, ему свойственна излишняя возбудимость. Примеров тому достаточно. Но взгляните, как это проявляется в его невербальном поведении, когда ему приходится участвовать в достаточно напряженных дебатах. В активных спорах Владимир Жириновский всегда проявлял излишнюю эмоциональность, что и перерастало в активную эмоцию гнева. Вот посмотрите на ускоренную запись его дебатов с Немцовым. И обратите внимание на язык тела Немцова и Жириновского. У него активизируется симпатическая нервная система, которая усиливает обмен веществ, повышает возбудимость, мобилизует силы организма на активную деятельность и, в случае с агрессивным тоном коммуникации, выливается выплеск накопленной энергии. Эти дебаты, как и многие другие с участием Владимира Жириновского, построены с целью доминирования и насильного убеждения. Здесь нет месту рациональной, хладнокровной и конструктивной коммуникации. Это яркий пример, где видно, что он столкнулся с личностью, которая не только обладает противоположным мнением, Немцов способен дать уверенный отпор, также готов занимать доминирующую позицию и сам способен на провокацию. Я понял, что у вас проблемы. Не журнал, а у меня есть проблемы. С которыми вы спали. Кто это сказал? Вы сказали? Нет. Что в итоге делает Жириновского безоружным, потому что он осознает, что не способен достичь своей цели и подтверждает свое безвыходное положение, выливая на него апельсиновый сок. И на этом, безусловно, дебаты и заканчиваются. Жириновский, кстати, не увиливал, не оправдывался, а прямо и заявил о том, почему он так поступил. Спонтанно произошло в ситуации, когда вот такое наглое, хамское поведение, и как-то я хотел его как-то остановить, поставить его на место. С одной стороны, такая модель поведения действительно помогает ему доминировать в дебатах, продавливать силы, игнорировать, упорно и уверенно отстаивать свою точку зрения. Но, с другой стороны, это негативно сказывается на имидже политика и доверии к нему. Ведь зачастую такая откровенная агрессивная манера вызывает скепсис и непринятие со стороны зрителей, оппонентов и других наблюдающих. Его просто не воспринимают всерьез. Меня извините, но вы у меня вызываете беспокойство. Я очень сильная. Вы хотите быть президентом России. Это похвальное желание. Но, тем не менее, вы же никого не уважаете. Говорят, что о покойных плохо не говорят, либо вообще не говорят. Но, не вдаваясь в особенности политической деятельности Владимира Жириновского, лично мне не хочется говорить что-то плохое. Этот человек, у которого было непростое детство, и который сам, благодаря своим стараниям, смог достигнуть того, чего достиг. Пусть и многим это кажется не эталоном примера. Не могу сказать, что и я разделяю такие стремления. Но его поведение, даже пускай такое скандальное и неоднозначное, может вызывать уважение. Потому что оно было честное. Он неоднократно утверждал. Я веду себя так, как я считаю нужным. А я никогда ни одной бумажки не зачитывал. Все делал, как я считал нужным. И это честно. Помимо негативных, он мог дарить и положительные эмоции. Сколько стоит? 375. Сафонов оплатить. Сколько стоит? 150 рублей. Сафонов оплатить. Сколько стоит? Стоит 250 рублей. Сафонов. Вероятно, в близком окружении он проявлял более сдержанное и адекватное поведение. И есть те, кто знает его с другой стороны, нежели мы с телеэкранов. В отдельных интервью, особенно последних, мы наблюдаем человека со своими взглядами на окружающую действительность. Где-то честную, где-то вынужденную, где-то искаженную, но из уст спокойного и в целом адекватного человека. В последнее время на ютубе активно набирает популярность видео, где он предсказывает те или иные события. Интересно, что в аннотации к своей книге в 1993 году Жириновский пишет «Меня поймут и по-настоящему оценят мои предвидения лет через 20-30». В общем, где-то в 21 веке. Еще одно предсказание, либо очередная попытка обратить на себя и свою деятельность внимание, решать вам. Я веселей, конечно. Там очень жестко так сделано. Захватили одну часть. Видимо, я суров, да, действительно? Нет, нет, нет. Я на похоронах таком становиться. Я же более веселый, добрый. Перед тем, как закончить, хочу напомнить, что в описании под видео существуют ссылки. Ссылка Telegram, где я размещаю различные новости, контент, общаюсь с вами. И второй канал в Telegram, который я создал буквально недавно, он посвящен практике, где я создал общество, где мы вместе практикуемся, развиваем коммуникативные навыки, развиваем эмоциональный интеллект и другие полезные качества и способности. Также там же в описании есть ссылка на Boosty, где я даю эксклюзивный контент по подписке. Переходите, знакомьтесь, если вам интересно, можете также быть участником этого сообщества. В общем, все необходимые важные ссылки я всегда оставляю в описании под видео. Кому интересно продолжить потреблять такой контент вне YouTube, переходите, знакомьтесь, подписывайтесь, задавайте свои вопросы и так далее. Продолжайте обучение за пределами YouTube. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Очень надеюсь, что скоро увидимся.